Повернул избушку, разбудил старушку. Актёр Георгий Миляр, пожалуй, был первым в Советском Союзе, кто перевоплотился в женщину на киноэкране. И какую женщину? Саму Бабу-Ягу. Да невесте на мать, мне качель бессмертный зять. Тьфу! Это был 1939 год. Сказка Василиса Прекрасная. И самое любопытное, что на эту роль пробовалась сама Фаина Ранежская. Её не утвердили. Скорее всего, режиссёры не решались так уродовать женщин-актрис. Лохмотья, морщины, клыки. А вот мужчину было не жалко. Самое любопытное, что образ этой Бабы-Яги Миляр скопировал со своей соседки по коммуналке. Он так её ненавидел, она такая была ворчливая, ужасная. Баба-Яга так удалась Миляру, что он играл её потом в нескольких сказках. Правда, каждый раз по-разному. Если в Василисе Прекрасной она была реально страшна, то в других сказках Баба-Яга Миляра действительно больше походила просто на ворчливую соседку. Стояла себе задом, так я могу идти не тем фасадом, у! Мне кажется, она получилась настолько харизматичной и интересной именно потому, что её играет мужчина. Играл Миляр и других сказочных персонажей. Кащеев Бессмертных, Чертей, Чародеев. А вы кто такие? Но при всей любви к ним и Бабе-Яге актёр мечтал сняться в драматической роли. Незадолго до смерти он написал в своём дневнике. А, наверное, было бы здорово под конец пути сыграть Суворова и тогда уж спокойно уйти. Но драматических ролей Миляр так и не дождался. Он тихо умер во сне в возрасте 89 лет. Андрей Рожков тоже мастерски перевоплощается в бабу. Только не его, а в обычную среднестатистическую бабушку. Российская бабулечка, ясно. Он делает это очень обаятельно, мило. Я люблю эту бабулечку. Но раз любите, ловите привет от Рожкова из его родного Екатеринбурга. Здравствуйте, здравствуйте, внучата мои. У героини Рожкова был прототип. Его двоюродная бабушка Дуся. Она жила в деревне в Псковской области. Вела большое хозяйство. Куры, свиньи, коровы. Вставала она очень рано. Где-то, наверное, в 4 утра. Начала шуметь котелками, посудой греметь и ворчать на кухне у печки. От бабушки Дуся я набрался этих ужимок, словечек. Так родилась бабушка. Вот. Игорь! Игорь! Что касается бабушкиной одежды, на общем собрании уральских пельменей было решено сделать ее многослойной. Много юбок, много кофт, шалей. Только камнем преткновения стали колготки. Потому что бабушки ходят в определенных колготках. Их сейчас не делают. Мы где-то их ищем, находим на каких-то старых складах. Они быстро истончаются, рвутся. И если у вас есть колготки, присылайте. Старые бабушки. Вдохнуть и не дышать! Андрей у меня ассоциируется с моей какой-то юностью. Почему? Ну, потому что КВН и уральские пельмени – это все-таки что-то из моей школы и после школы. Классик, наверное, бабуля еще, наверное, до Александра Ревы. Действительно, рядом с бабушкой Андрея Рожкова многие вспоминают бабулю в исполнении Александра Ревы. Добрый вечер. Здрасте. Этот вопрос стоит почти как «Что первым появилось? Курица или яйцо?» Ну, кто из артистов первым повязал на голову платок, мы точно не скажем. Но, согласитесь, бабушка Рожкова получается как-то роднее. Ха-ха-ха-ха! Мне она нравилась, Рожкова. Она от сахи такая. От сахи. Она очень юморная, от сахи такая получается. И как бы ему она очень идет. Коллеги по уральским пельменям почти все побывали в женских образах. Обычно, конечно, мужчины изображают страшненьких женщин. Для красавиц у них есть реальные девушки в коллективе. А вот место бабушки прочно закреплено за Рожковым. Артист признается, иногда ему даже надоедает играть ее. И тогда он делает хитрый ход. Он отращивает бороду. И приходит на съемку и говорит, ребята, я с бородой, поэтому бабушку сегодня играть не смогу. Но надолго Рожкова не хватает. Ведь зритель очень ждет от него любимую бабулю. Смигарь! Молодчамба, так держать. Бабушка верила в тебя. И тогда Андрей сбривает бороду. Надевает на себя платье и выходит на сцену дарить людям радость. Ведь и для него тоже лучшая награда – это смех. Дмитрию Нагиеву тоже не привыкать ходить в женских платьях. Уж сколько он сменил их, когда играл в программе «Осторожно, модерн». Общая тревога. Начинаем действовать по известному плану. Но тут, понимаете ли, это комедия, это немножко другое перевоплощение. Это фарс. Я, понятно, выражаюсь? Знаете, я не боюсь быть смешным в кадре. Я не люблю быть смешным, как Дима Нагиев. Поэтому в кадре можно сделать все, что угодно. И не догадаешься, что под платьем скрывается мускулистая фигура Нагиева. Кстати, с этим у костюмеров всегда сложности. Как скрыть женскими нарядами все эти бицепсы-трицепсы? Если вспомнить его образы «Осторожно, модерн», там использовались платья и блузки свободного кроя. Именно для того, чтобы скрывать шикарную физическую форму Дмитрия. На помощь идут блузки или платья с такими пышными рукавами, как, например, у меня, даже, может быть, еще пышнее. Кстати, женщин в «Осторожно, модерн» Дмитрий любил играть больше, чем мужские персонажи. Во втором случае Нагиеву приходилось часто клеить на лицо искусственные носы или бороды. А клей в те времена был такой, что просто так ототрать их не получалось. У Димы это вызывало очень серьезные болезненные реакции. Вплоть до того, что ему приходилось потом лечить эту долгую кожу свою. Он просто кричал иногда от боли. Но терпел ради вот хорошего образа. Сегодня Дмитрий продолжает экспериментировать в кино. То добавить себе волос, то лишних килограммов. Дима должен найти какую-то фишку. Первое, что он сделал, когда мы встретились на первом съемочном дне, он положил себе ватки в нижнюю челюсть, чтобы она немножечко у него, чуть-чуть вот, выходила вперед. Что это, Вова? Это себяшка, удлинитель руки, чтобы себя фото... Но вот в женщин Нагиев уже давно не переодевается. Наигрался, наверное. Сергей Рост, коллега Дмитрия Нагиева по передаче «Осторожно, модерн» тоже часто перевоплощался в женщин. И если у Нагиева его дамы были комичны и, скажем честно, не сильно красивы... Здрасте! Одно место, Новый год! То у Роста женщины получались симпатичными и милыми. Да, Росту тоже удаются женские образы. Мягкость характера человека и актера, она предполагает изображение мягкости характера женщины. Возможно, в правдивости передачи женского образа Сергею Росту помогла его фактура. Актер всегда был полноват. Он говорит, никаких особенных трудностей с изображением женщины не возникало. Е-е-е! Разве что бриться приходилось по два раза на дню. Опять! Как всегда! Я не имел права отпускать себе ни бородку, ни усы. Брили там поверхность рук и... Ну да, маникюр делали, грудь, вот, и лицо. Собственно, ну это не такие страшные жертвы. Шоу «Осторожно, модерн» со временем превратилось в программу «Осторожно, задов». Проект просуществовал почти 10 лет и очень нравился зрителям. Но с 2004 года пути Нагиева и Роста разошлись. Они рассорились... ...и не помирились до сих пор. Кто-то хочет больше денег, потому что он пишет сценарий. Кто-то не хочет меньше денег, потому что он более популярный. Нагиев сейчас у всех на виду. Он активно снимается в кино. Стал лицом федерального канала. Сергей Рост больше занимается театром. Ставит свои спектакли, играет в них. И, кстати, в отличие от бывшего напарника, продолжает выходить на сцену в женских образах. Это всегда фурор, это всегда, значит, попадание в десятку. Ну, это просто подарок для зрителей всегда. Я это знаю. Но не злоуотребляю этим. Ты мутант! Мутант! Без сердца и разума! А я артист! Советские актеры могут дать фору любому современному артисту по переодеванию в женщин на экране. Например, Александр Калягин. Светлая голова, светлая. Он блестяще перевоплотился в Дону Розу Дель Вадорес в картине «Здравствуйте, я ваша тетя». Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян. С одной стороны, Калягину было полегче, ведь он играл не настоящую женщину, а мужчину, переодетого в женщину. Отсюда и излишняя манерность и комичность. Вот такой любезный мужчина. Это что тут? С другой стороны, Калягину так удалось войти в образ, чтобы его женщину поверили не только герои фильма, но и простые люди. Поразительно. Вот это тетя. Актер вспоминал. Однажды он пришел в буфет, прямо в женской одежде и парике. Не было времени переодеться. Он занял очередь, а за ним встал мужчина. И Александр Александрович рассказывал, «Чувствую дыхание в затылок, причем такое какое-то жадно-мужское». И он говорит, «Вот, девушка, вот возьмите вот эти пирожные вкусные». И тогда он понял, что, наверное, я хорошо вжился в роль. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Обычно переодеть мужчину в женщину в кино несложно. Разве что нужно поправить пропорции фигуры, добавить объема там, где у мужчин его не бывает по природе. Но есть одна особенность, которую надо обязательно учитывать художникам, иначе все сразу поймут – перед нами мужчина. Я просто так не дамся. Это особенности строения шеи мужской. То есть это наличие дамового яблока. Конечно, приходится его скрывать. Это какие-то блузки или платья со стоячим воротником. Иногда закрывают каким-то платочком, изящным шарфом. Или накручивают буа, как, например, на Александра Калягина. Мало ли, в Бразилии. Педро! В отличие от Калягина, Олег Табаков сыграл в фильме «Мэри Поппинс. До свидания» настоящую женщину – вредную няню мисс Эндрю. Добро пожаловать, мисс Эндрю. Надеюсь, поездка была приятной. Крайне неприятной, миссис Бэнкс. Олег настолько мощный был актер, что ему переплатиться в женщину для него – это очень просто. Действительно, Табаков настолько хорошо вошел в роль, что уже с третьей минуты просмотра фильма все были уверены – это реально женщина. Мы с дочкой Мэри Поппинс «До свидания» включили, а у нее дед Олег, дед Олег. Вот она и говорит, дед Олег, дед Олег. И она вдруг кричит, мам, 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 смотри, как тетя на деда Олега похожа. И когда ей сказала, что доченька, видишь, какая штука, это, в общем, как бы, дед Олег и есть. Табаков подошел к этой роли основательно. Ради нее он похудел. Стал делать настоящий маникюр. Научился ходить на каблуках и в капроновых колготках. Хотя последнее его очень раздражало. Носить колготки, конечно, самое сложное. Еще больше доставляло неудобство Табакову ношение бюстгальтера. Сегодня для подобных ролей используются готовые силиконовые лифчики. А раньше на актера надевали реальный бюстгальтер. Просто заполняли его чем придется – то ватой, то тряпками, даже манной крупой. И он удивлялся, как женщины в этом ходят. Это же, как, это же настоящий героизм. Поэтому он выдумал в фильме такую жест, когда он все время поправлял. Она, вот этот бюст, он немножечко съезжал. Поэтому он так всегда и приподнимал бюст. Внимание! Я покажу! Вообще Олегу Табакову играть женщин было не привыкать. Еще задолго до мисс Эндрю он блистательно сыграл на сцене театра современник-буфетчицу Клаву. Зрители в зале умирали от смеха. Бочкин? Это Клава говорит? Да. Бочкин, как там насчет другой точки? Он гениально играл, продавщицу эту тюрьму. Гениально совершенно. Вообще он изумительный артист. И у него, конечно, работы были. Вот любую работу, которую сейчас смотришь в кино, то, что осталось в записи или какие-то спектакли, это наслаждение. Вот уж действительно талантливый актер талантлив в любой роли. В свое время Максим Матвеев всех удивил и даже испугал своим экстремальным похудением. Он скинул почти 20 килограммов. Надо мне взять у него это, как бы, рецепт этой диеты. Поклонники даже заволновались, не болен ли актер. Но оказалось, что так Максим похудел для роли в спектакле, где ему нужно было играть женщину. Я видел в этой роли, и я жалел единственно о том, что там нет крупного плана. То есть он отыгрывает, проживает эту роль от начала до конца, несмотря на то, что даже, может быть, этого не видно. То есть это максимальное переоплощение от Максима Матвеева. Речь идет о спектакле «Киностон» Московского театра имени Табакова. В нем Матвеев играл мужчину, английского актера Эдварда Киностона, реального исторического персонажа из 17 века. Этот Эдвард был особым актером. Он выходил на сцену только в женских образах. Ведь тогда настоящих женщин в театральное искусство не допускали. Театр был сугубо мужским, элитарным делом. Вот чтобы стать больше похожим на женщину, более утонченным, нежным, Максим так сильно и похудел. Как говорится, чтобы крепкие мужские мышцы не лезли в кадр. Покажите королеву грудь. Я думаю, ему понравилось. Прикажите ему вот это показать. Мы договорились, что нужно сбросить немножко, но не до такой степени. В какой-то момент даже сказал, хватит, хватит, уймись уже. И так все хорошо. Но вот он был такой вот упорный в том, чтобы дойти до совершенства. Актер перешел на строгую диету. Носил с собой на репетиции лотки со специальной едой. Полностью отказался от алкоголя и сладкого. Собственно, я видела Максима в процессе сбрасывания веса. Как раз наши совместные выступления были в период, когда он готовился. Но я думаю, что это достойно большого уважения, когда артист так серьезно подходит к роли. Идеально перевоплотиться в женщину помогли не только худоба Максима, но и его миловидные черты лица. Как многие красавчики, актеры, Матвеев страдает от своей правильной внешности. Он хочет переломить амплуа героя-любовника, в котором его постоянно используют, и сыграть нечто новое. Поэтому с таким удовольствием взялся за этот спектакль. Так дотошно и подробно, как работал Максим над этой ролью, я в своей жизни не работал никогда ни с одним артистом. Он заранее, с самой первой репетиции, уже надел высокие каблуки, платья и парики и так далее, и так далее. Это было частью его работы. Сейчас, правда, в киностоне Матвеев больше не играет, так как переехал к своей жене Лизе Боярской на ПМЖ в Санкт-Петербург. Его заменили на Юрия Чурсина. Ещё один яркий представитель актёрского цеха, который филигранно перевоплощается в женщин, это Юрий Стоянов. Я вообще его обожаю. У меня, конечно, он из талантливейших артистов. На сегодняшний день и тогда был. И все его роли я люблю очень. Юрий Стоянов снялся в 70 фильмах, но многие до сих пор не могут забыть его женские роли. Актёр начал надевать платья и туфли на каблуках, когда на пару с Ильёй Олейниковым запустил юмористическую программу «Городок». Актёры играли разнообразных персонажей, но женщин изображал только Стоянов. Почему? Да потому что у Олейникова были пышные усы. Хотя, говорят, один раз Олейников пожалел Стоянова, что только тому приходится играть женщин и сбрил их. Свои знаменитые усы, которые он не сбривал там всю жизнь. А тут он сбрил. И Стоянов признавался, что женщина из него получилась некудышная. А вот у Стоянова женщины получались очень правдивыми. А ведь это не так просто. Мало нацепить женский парик, нужно изменить походку, движение, голос. И это получается только у хорошего актёра. Вы уж позвольте тогда, так сказать, и мне. Нет, ну вы знаете, я сам участвовал однажды там в шоу «Один в один». Я был женщиной, причём дважды. Но играть вообще сложно. Ну это же грим сумасшедший. То есть вот эти все волосы. Он побывал в шкуре. Шкура нехорошо. Про девушек. В теле. В теле девушек. Неимоверное количество раз. Чего ты глазками хлопаешь? Вот когда научишься, вот так играть. Тогда будешь права качать. Сегодня Юрий Стоянов не любит вспоминать свои женские роли. Точнее, не любит, когда вспоминают только о них. Ведь он сыграл много серьёзных ролей и в театре, и в кино. Я просто в Гарварде учился, изучал менеджмент. И нам читали короткий курс права. По мне, так Юрий Стоянов один из самых топовых артистов на сегодняшний день. Входящий в десятку. И причём он вне жанра. Вот что очень важно. То есть он смог сломать вот это клише городка, что он только юмористический артист. На самом деле он реально драматический. Я не жалуюсь, это часть моей профессии. После смерти своего коллеги и друга Ильи Олейникова, Стоянов перестал снимать городок. Сегодня он сосредоточился на большом кино. Игра Дастина Хоффмана в фильме «Туцци» считается классикой. Как и само кино, актёр сыграл женский персонаж на 5 с плюсом. Притом, что Дастину тогда, в 1982 году, было 45 лет. А сыграл он уже немолодую женщину. Хотя, говорят, самому себе актёр совсем не понравился в женском обличье. Когда он впервые ему попробовали макияж на пробе, он посмотрел на себя в зеркало и заплакал. Пришёл домой и говорит жене, говорит, блин, это какой-то ужас, я такая некрасивая, оказывается, женщина получилась. Если бы я был вот с этой женщиной, я бы с ней не был, потому что это ужасно. Зато игра Хоффмана была прекрасна. К тому же переодевался в фильме он в женщину не просто ради переодевания. Таким образом, герой Хоффмана боролся за права мужчин. По сюжету его не брали в кино, требовали столько женщины. Ах, вот меня стол, стол. То есть, это не только комедийный взгляд мужчины-актера на исполняемую женскую роль. Там есть ещё и социальный пласт, когда была очень серьёзная безработица, особенно в актёрской среде, в середине 70-х. Но переодевшись в женщину, герой стал уже бороться за права женщин. Он понял, как непросто жить, когда ты представительница слабого пола. А ты, милочка, тоже готовься. Рон, моё имя Дороти. Я не милашка, не крошка, не дорогуша и не куколка. Я просто Дороти. Сегодня эта роль Дастина Хоффмана – образец, как можно здорово сыграть женщину. Вот кому не удалось изобразить женщину, так это Адаму Сэндлеру. Он сыграл её в картине «Такие разные близнецы». Точнее, сыграл сразу две роли – мужскую и женскую. На самом деле, близнецы получились одинаковыми. Сэндлер просто надел юбку и парик и думал, что женщина готова. Но не тут-то было. Ну, вот Адам Сэндлер как раз был похож на транса, если честно. То есть, например, Адам Сэндлера, да, он мужчина такой мужественный, в общем, у него фигура действительно мужская и накачанная. Ну, он, мне кажется, в кадре выглядел как раз абсолютно комически, да, и это сразу было видно, что, в общем-то, это переодетый мужчина. Адам Сэндлер славится комедиями, в которых полно так называемого американского юмора. Ты что делаешь? Мне что, нельзя полетать рядом с тобой? Ты просто не прощенец! Фильм «Такие разные близнецы» – не исключение. И американцам кино понравилось. Лента собрала в США неплохую кассу. А вот у нас фильм провалился в прокате. Ну, не смешно россиянам, когда на экране кого-то тошнит или мучают газы. Да и женщина у Сэндлера получилась отталкивающая и не смешная. То ли дело все-таки наших, калягин и табаков. «Десять замок» – новые рейтинги в наших новых программах. «Десять замок» – новые рейтинги в сез Valentр Юсигеев pulse! Продолжение следует...